МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На вечеринке в городе Калининграде я увидел ребят, которые играли такую забавную музыку. Собственно, большая часть тех треков, которые они тогда исполняли, мы вошли, легли в основу первого нашего альбома с Бигуди. И выглядели приятно. Потом я как-то разговаривался, познакомился, сам подошел. Оказалось, что ребята учатся в университете, на философском факультете, было о чем поговорить. Собственно, от первого состава Бигуди, с которым я познакомился, остался один человек, Максим Сергеев, который по-прежнему является главным носителем музыкальной идеи, звучания и музыкально-звуковой концепции этого проекта, нашего альянса. Поднимаешь трубку, айдолон, и говорит, слушай, дружище, что-то как-то мы погорячились, по-моему, да? А ты говоришь, гость, старина, да, что-то действительно, да, перегнули палку. Ну давай, счастливо, завтра встретимся и все обсудим. Ага, пока. Очень хочется выпустить такой диск, такой the best of, потому что первые два альбома, они не очень хорошо записаны и не очень хорошо сведены. И еще потому, что мы это делали не сами и как-то доверяли другим, много-много еще неуверенности было. И очень изменились тексты за время концертной программы, они улучшились намного, они стали проще, они стали лаконичнее, стали менее повествовательнее. Поэтому хочется сейчас, ну не просто взять и собрать лучшие вещи, а просто по-новому вот сыграть их так, как мы играем их на концертах. И у меня есть большое желание сделать все-таки такую программу Unplugged. такое с акустикой, на барных стульях, такое что-то красивое, акустическое. И я думаю, понимаете, что я уже никогда не мечтал быть музыкантом. И уж точно, я даже не музыкантом мечтал быть, но точно не мечтал быть писателем. Это странное желание, когда в детстве мечтать быть писателем, особенно, когда так не нравятся уроки русского языка. Я всегда мечтал, у меня плакат «Ладзеплин» висел, вот об этом и мечтал. Ну понимаешь, что шансов-то нету, а вот выступаю. Ну прежде всего, все-таки я себя вижу в театре и в литературе. Это продолжение. А в других областях, я не знаю, можно пошалить в какой-то области. Правда, из этой шалости может вырастет то же самое, что получилось с проектом с группой «Бигуди», потому что сначала, ну правда, это была такая, скорее, курьезная шалость, чем, ну чем такой вот проект на долгие годы. Мы когда записали первый альбом, ну он будет последний, второй записали, ну все, больше не будем. Третий записали, опять говорю, наверное, вряд ли будет. Теперь уже понимаем, что будет. В профессии и в неком вот этом, вот этом, вот тут, безусловно, я счастливой, тут даже нечего говорить. А то, как устроена моя жизнь, что я по этому поводу чувствую, я часто испытываю счастье, но оно короткое, да? Все остальное заполнено другими заботами, переживаниями, какими-то делами, семьей, сомнениями, усталостью, болезнями, чем только не заполнена жизнь. А какие-то моменты я бываю счастлив. Действительно, эти моменты случаются. Быть счастливым – это же такой талант, над которым надо трудиться. Вот кто-то умеет петь, у него голос дан. Он еще поучился, вообще прекрасный певец стал. Кто-то умеет играть на скрипке, у него был дан талант, кто-то похуже играет на скрипке. Но надо учиться. Быть счастливым – надо тоже учиться, это такой же процесс. А кто-то не умеет быть счастливым, при всех обстоятельствах не может. А кто-то невероятно одарен с точки зрения счастья. Ведь счастье – это то, когда тебе больше, вот кроме… Вот то, что есть, больше ничего не надо. А это ведь тоже научиться надо, чтобы было вот… Вот достаточно сейчас, в данном моменте. Достаточно и все. Только в этой ситуации человек может быть счастлив. Вот этого всего достаточно, того, что есть. Раз – опять что-то захотел. Все, счастье тут же. Купил машину новую, два дня поездил, увидел другое. Все, перестал быть счастлив. Мне очень нравится осваивать территории. Территория клуба была сначала территория театра, территория литературы – это что же территория? И удивительно себя обнаружить писателем. То есть зайти в книжный магазин или в аэропорту, в киоске увидеть свою книгу. Это же удивление. Прямо, ну, как книга, которую я написал. Очень странное ощущение. Ведь очень много было предостережений по поводу вот «Ой, интернет – это ужас, там сейчас поналезут всякие гады, подонки будут вам трепать нервы». Или что интернет – вы не понимаете, это такая территория. Интернет – это тоже территория жизни, в котором все равно существуют универсальные жизненные законы. Избавился я от неприятных людей в своем ЖЖ и настаиваю на каких-то вещах, на внимательном отношении к тому, что говорится не только мной, но тем, кто говорит мне. Мне интересно сообщать то, о чем я не могу написать, например. Просто далеко не все жизненные переживания, у них есть возможность, чтобы это жизненное переживание переросло в художественное произведение. То есть стало бы фактом искусства. Потом это современное, это сегодняшнее. Это сегодняшняя территория, мне не безразлична она. Но очень хочется настаивать и осваивать пространство, и внося туда именно свою атмосферу, и серьезно, почти ежедневно настаивать на каких-то принципах общения. Я вот знаю, что мне многое не нравится в литературе, в современном литературном процессе. И я пытаюсь влиять на этот литературный процесс очень просто. Писать книгу. В этой книге содержится мое мнение о том, как должна выглядеть современная литература, как выглядит современный текст. Это моя не только книга, но еще и предложение и объяснение того, как, на мой взгляд, должно быть. Равно как и в театре я предлагаю спектакль, в этом нем есть модель того, каким я вижу современный театр. А каким должно быть современное общество, государство, страна, людям, международные отношения. У меня нет по этому поводу никакого мнения, я не знаю. Я не политик. Я ведь, как и не архитектор, я не знаю, как люди строят дома и как можно выдумать дом. Я куплю себе квартиру в том доме, который мне нравится, но в готовом уже. Поэтому я живу, в общем-то, в готовой стране. Я могу быть так же недоволен этой страной, как тем домом, в котором живут там слышимость, соседи плохие, тараканы бегают. И пытаться там как-то на своем этаже наводить какой-то порядок. Но предложить, хоть даже подумать, как предложить другим людям, как надо жить, я не могу себе представить. Это задача других людей. Мне необходимо довольно много вещей. Например, мне нужны визы во все страны. Очень нужны визы. Мне нужен авиабилет на все рейсы. Такой один авиабилет на все самолеты. Мне так же хотелось бы знать все основные иностранные языки. А лучше вообще все языки иностранные. Еще я хотел бы иметь дом на каждом берегу каждого моря.